Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романовой. В начале выпуска коротко о главных темах. Европейская неделя иммунизации стартовала в Алтайском крае. О пользе и вреде прививок. Для здоровья смотрите прямое включение. До отборочного тура конкурса «Молодые профессионалы-2018» осталось меньше недели. Шансы на победу есть и у студентки педуниверситета Дианы Гончаровой. Вспомнить героев. Телеканал «Катунь-24» приглашает барнаульцев на съемки программы «Моя война». Неделя иммунизации стартовала в Алтайском крае. Ее лозунг «Не отставай от жизни». Как известно, отношение к прививкам у многих противоречивое, но тем не менее врачи рекомендуют делать прививки от опасных заболеваний. Развеять мифы о прививках согласились в одной из поликлиник Бурнаула. И наш корреспондент Полина Жданова работает на месте. Полина, вы в эфире. Доброе утро, Анастасия. Мы сейчас находимся в детской городской поликлинике номер 3. Здесь, как и во многих поликлиниках Бурнаула, началась неделя европейской иммунизации. О иммунизации детей в принципе ходит очень много мифов, особенности в интернете. Пишут, что прививки опасны, что делать их не стоит, что это нанесет большой вред здоровью ребенка. Эти мифы, насколько вообще целесообразны эти мифы, нам расскажет Цапко Елена Николаевна, заместитель главного врача. Здравствуйте, Елена Николаевна. Расскажите, обоснованы ли эти мифы о том, что иммунизация это опасно для ребенка? Здравствуйте еще раз. Я считаю, что мифы эти абсолютно не обоснованы, потому что иммунизация на сегодняшний день является единственной возможностью защитить ребенка от инфекций, которые существуют еще во всем мире, к сожалению. Конечно, мы не видим таких массовых заболеваний, которые были раньше, до периода иммунизации. Поэтому сейчас нам кажется, что, некоторым родителям кажется, что это не так необходимый вопрос. И именно они участвуют в обсуждениях вот в этих блогах. Но если мы посмотрим в том же интернете, там есть прекрасные сайты, где говорится о всех плюсах этой иммунизации. То есть единственной, повторюсь, защитой от инфекций является иммунизация. То есть в наш национальный календарь входят такие прививки, как против дифтерии, столбняка, кори, паротита, полиомелита. Эти инфекции очень дают большие осложнения и даже могут приводить к летальным исходам. Поэтому единственной возможностью защитить ребенка – это его привить. А вот большое количество прививок к такой маленькому ребенку никак не навредит его иммунитету, например? Нет, иммунитету никак не навредит. То есть наш организм встречается в периоде жизни, в том числе, когда ребенок маленький, с большим количеством антигенов. И мы справляемся с этим. Недаром там расписаны определенные периоды, когда необходима иммунизация. Именно в этот момент организм может выработать те антитела, которые необходимы будут для защиты его организма от этих инфекций. Спасибо большое, Елена Николаевна. О том, как хранятся прививки в Алтайском крае, мы расскажем в следующих выпусках новостей. Следите. А у меня на этом все. Анастасия, я передаю вам слово. Полина, спасибо. А я продолжу медицинскую тему. В Топчихинском районе появилась дополнительная бригада круглосуточной скорой медицинской помощи. Теперь 6,5 тысяч жителей района получают помощь врача своевременно. Новая станция расположена в селе Чистюнька. Она охватывает 15 населенных пунктов. Дополнительные фельдшерские бригады создают в районах края для того, чтобы вовремя оказывать помощь жителям удаленных населенных пунктов. Скорая должна прибывать к пациенту в течение 20 минут после вызова. Теперь в Топчихинском районе с этим справляются. Ежедневно на станцию поступает около 30 обращений. Пациенты обращаются. Вызовов очень много. Мы выезжаем практически на все экстренные и неотложные вызова. То есть никому не отказываем. Льготные лекарства для ветеранов привозят прямо к ним домой. Участников военных действий с каждым годом становится все меньше. Так что забота об их здоровье в Алтайском крае на особым контроле. Только за первый квартал 2018 года ветеранам бесплатно выделили препараты почти на 200 тысяч рублей. Как оказывают медицинскую поддержку участникам Великой Отечественной войны, рассказали Полине Ждановой в Топчихинском районе. В Топчихинском районе ветеранов уже можно сосчитать по пальцам. Осталось всего 9 человек. А когда-то было более 200. Среди оставшихся Николай Матвеевич Архипов. В этом году ему исполнится 92 года. На фронт ушел подростком. Вроде был самым молодым. Но тем не менее попал в гущу военных действий. Войну прошел от начала до конца. Воевал под Москвой. Этот хутор прошли до следующего. Дошли. Он не дает нам хода. Танки встали за домиком. А я на строе. Тут солома куча. Мы в солому. Я только в солому лег. Снаряд-то как гукнул. И меня в грудь. На память о военных временах несколько ранений. Контузия шеи, отбитые пальцы, ножевое и осколочное в грудь. Кусок снаряда едва не добрался до сердца. Но Николай Матвеевич родился в рубашке. Несколько недель в госпитале и снова в бой. Раны напомнили о себе уже на пенсии. Сегодня практически не слышит. Плохо видит. Но бодрость духа сохранил. Говорит, потому что о нем постоянно заботятся. Помогают дети. Регулярно навещают медсестры и социальный работник. Привозят нужные лекарства, меряют давление. У нас, надо сказать, хорошо. Врачи работают неплохо. Некоторые обижаются. Но я, собственно, не обижаюсь на врачей. Врачи наши районной больницы неплохо работают. И внимательные. Ну, кое-когда бывает недостаток с лекарствами. Это не их вина, а общая наша. В Алтайском крае, как и во всей стране, забота о здоровье участников Великой Отечественной войны под особым контролем. Ежегодный медосмотр русских специалистов, ежемесячное наблюдение у терапевта, своевременное обеспечение льготными лекарствами. В этом году, к началу апреля, диспансеризацию прошли все ветераны края. Большинство из них осмотрели на дому. Медики приезжали специальным подготовленным автопоездом в районы и города региона. За первый квартал 2018-го ветераны обеспечены льготными медикаментами практически на 200 тысяч рублей. Большинство лекарств доставляли на дом каждому. Полина Жданова, Александр Морозов. Новости. Рассказать о своем герое и сказать спасибо за победу. В этот четверг, 26 апреля, телеканал «Катунь-24» приглашает всех жителей и гостей Бурнаула на съемки программы «Моя война», посвященной 9 мая. Наша съемочная группа будет работать возле мемориала на площади Победы с 10 утра до 3 часов дня. Любой желающий сможет рассказать истории своих родных участников боевых действий. С собой желательно иметь фотографии воевавшего родственника. Истории героев Великой Отечественной войны мы будем показывать ежедневно с 30 апреля в программе «Моя война». Студентка Барнаульского педагогического колледжа Диана Гончарова примет участие в отборочных соревнованиях финала национального чемпионата WorldSkills Russia 2018. Конкурс дает возможность молодым профессионалам показать свои навыки на мировой площадке. О том, как Диана готовится к соревнованиям, знает Тата Геворгян. Кто сказал, что цифровые инновации не для детского сада? Диана Гончарова – студентка педагогического колледжа и будущий воспитатель. Не боится нововведений. Наоборот, с интересом их изучает и использует в работе с детьми. Травоядных животных и хищных животных. В свои 18 Диана активно развивает педагогические навыки. Она участвует в конкурсах регионального и всероссийского масштаба. Совсем скоро ей предстоит показать себя еще в одном. Свои проекты Диана представит в отборочном туре национального чемпионата «Молодые профессионалы 2018» в компетенции «Дошкольное образование». Диана в этом году у нас стала победителем регионального чемпионата, и поэтому она получила это право участия в отборочных соревнованиях, представлять край. Поэтому особенность вот этого конкурса, что студент должен знать все, уметь все, быть ко всему готовым для того, чтобы достойно себя там представить. Отборочный тур пройдет по четырем модулям. Это взаимодействие с родителями, планетарий и робототехника, интегрированные занятия по чтению и гимнастика после сна. Время на подготовку – 3 часа, на презентацию – 10 минут. Какое именно будет задание и по каким критериям его оценит жюри – неизвестно. Поэтому Диана готовится ко всему. Любой конкурс нам дает настолько многое, что главное – там не победа. Даже по региональному этапу я заметила, что работодатели, которые у нас сидели, им понравилось то, как я выступала и то, как я что-то показывала. Им не понравилось то, что я победила. То есть они оценивали не мою победу, они оценивали мои знания и мои умения. Также, я думаю, будет и на чемпионате. Я постараюсь показать то, что я уже знаю, то, что я умею, и перенять то, что будут делать другие участники проекта. До отборочного этапа осталось меньше недели. Он стартует 29 апреля в Ярославле. За победу будут бороться 70 участников со всей России. В финал попадут лишь 10 человек. Если удача будет и на стороне Дианы, юный педагог получит квоту на участие в международном этапе чемпионата. Татывик Геворгян, Сергей Балуев. Новости. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru. До встречи в эфире.